Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте. Хотелось начать, конечно, с аперитива и легких закусок, но начинаем мы сегодня с шашлыка. Точнее сказать, с совета специалиста по снижению веса о том, как не переедать во время летних пикников. Калорийность этого блюда в 2-3 раза вырастает. Индекс гликемический намного выше, чем у самого сахара. Крахмал еще туда добавляют. Он сам по себе очень калорийный. Понятно, что калорийность вот этого кусочка мяса вырастет примерно в 1,5-2 раза. Лето, солнце, пикник, шашлык, а потом некоторые жалуются, что за выходные появился лишний вес. Как этого избежать? Какой он рецепт шашлыка, после которого не появляются лишние килограммы? Эти вопросы мы сегодня задаем специалисту по питанию, нутрициологу Юлии Антоновой. Очень хороший вопрос, потому что на пикниках действительно можно не набирать лишний вес, если мы знаем, как выстроить наш пикник. Например, если мы берем не свинину, жирное мясо, а какое-то более-менее постное мясо. Это может быть грудка любая, либо куриная, либо от индейки. Это может даже быть нежирная говядина. И если мы мясо замачиваем, например, в кефире, в нежирной сметане, в ряженке, то мясо получается очень-очень мягкое, особенно если оно ночь полежит, с какими-то специями и великолепно подойдет для шашлыка. Человек, который не любит и не ест мясо, он может также сделать овощной шашлык. Тоже подойдет. А из-за чего все-таки возникает лишний вес? Ведь это не новогоднее застолье, когда мы засели на неделю и не выходим из-за стола. Все-таки мы передвигаемся, иногда удается искупаться в озере или в речке. Мы на свежем воздухе. Почему все-таки этот лишний вес приходит? Почему на шашлыках люди могут набирать вес? Ну, во-первых, очень часто люди маринуют шашлык, мясо маринуют майонезом. Да, само блюдо получается жирное и высококалорийное. И к шашлыкам очень часто используют алкоголь разного вида. И когда человек пьет алкоголь, он сам по себе очень калорийный. И в этот момент еще такое притупляется чувство сытости, и человек съедает больше, чем ему нужно. А, кстати, я все время хотела спросить, а почему все-таки алкоголь калорийный? Не калорийный мы можем считать только воду. Остальное все имеет калории. То есть калории имеют жиры, белки и углеводы. То есть везде есть калории. А так как, например, вино делается из винограда, то, понятно, виноград это ягода, там есть калории. Там есть сахар, да? Конечно. Если мы говорим про пиво, то пиво помимо калорийности имеет высокий гликемический индекс. Мы, кстати, об этом уже как-то говорили в передачах. И у пива индекс гликемический намного выше, чем у самого сахара. То есть он повышает сахар, когда человек пьет, намного выше, чем просто человек ложкой ел сахар. Отсюда и набирается вес потом. А насколько я помню, да, лишний сахар, который у нас не перерабатывается, не усваивается, он как раз что и становится жировой тканью впоследствии. Если все-таки хочется алкоголь, например, поговорим про вино, да? Вино тоже, как и весь алкоголь, калорийное, но можно сделать напиток, который называется шприцер. Шприцер – это вино напополам с водой разбавленное, еще можно туда кубики льда добавить, и пожалуйста. А можно ли как-то к этой трапезе подготовиться? Может быть, неделю не есть практически или есть поменьше? Как вот в день пикников, шашлыков, может быть, не завтракать? В общем, как правильно все организовать в течение дня, чтобы не съесть лишнего? Трапеза абсолютно нормальная, поэтому как-то особенным образом подготавливаться к шашлыкам не стоит. То есть у нас также выстроен весь день. Если шашлык – это обед, например, да, или это ужин, то у нас обязательно должен быть завтрак, обязательно достаточное количество воды, обязательно перекусы. Часто в качестве десерта на пикниках выступают сезонные фрукты и ягоды. Как правильно употреблять их, чтобы не потяжелеть на следующее утро? Я бы рекомендовала не сразу после еды их есть, а чтобы промежуток какой-то времени прошло, только потом их поесть. Почему? Потому что мясо, например, переваривается очень долго, там, несколько часов, фрукты быстрее. И если мы после мяса сразу поедим фрукты, процесс переваривания мяса дольше, фруктов быстрее, и они начинают там бродить. И это некомфортно, это может быть вздутие живота, некомфортно будет, поэтому фрукты мы едим просто отдельно. Не сразу после мяса десерта, а как отдельный прием пищи. Да, вот, кстати, я слышала такую теорию, когда фрукты едят вообще перед, а не в качестве аперитива подаются. Да, я так рекомендую делать. А еще такой вопрос. Часто шашлыки ассоциируются с кетчупом, с соусом. А насколько я знаю, у тех, кто занимается правильным питанием к соусам, всегда отношение настороженное. Почему именно так? Так, кетчуп, который продается в магазине, нужно смотреть состав. Если там много сахара и соли, а в большинстве их действительно это так, крахмал еще туда добавляют, то я бы не рекомендовала его. То есть, если человек, у него есть домашний кетчуп, он сам приготовил, то, пожалуйста, пусть он будет абсолютно нормальный там. А именно в кетчупе самое страшное – это сахар, соль, крахмал, да, получается? Ну, в таком магазине. Вообще, я бы сказала, в соусах. Даже когда мы приходим в ресторан, блюдо может быть хорошее, да, но соусом, когда поливается, сразу же калорийность этого блюда в 2-3 раза вырастает. Не за счет того, не за счет ингредиентов, а за счет соуса. То же самое с шашлыками. Если соус майонезный, да, или кетчуп с майонезом перемешанный, понятно, что калорийность вот этого кусочка мяса вырастет примерно в 1,5-2 раза. Многие привыкли есть с хлебом. К шашлыку часто идет лаваш. Насколько я знаю, что все, что связано с правильным питанием, оно исключает некоторые сорта хлеба. Как мы можем, опять же, минимизировать вред от мучного в рамках трапезы? Покупать цельнозерновой хлеб. Он продается в магазинах именно цельнозерновой. Не зерновой, а цельнозерновой. И там очень состав у него хороший. Как правило, там соли, сахара даже нет. Там, ну, в общем, нужно посмотреть и выбрать для себя. Если вот прям нужно кусочек хлеба съесть, то, пожалуйста, он подойдет, такой хлеб. Итак, резюмирую. Если мясо, то правильное и правильно замаринованное. Если это гарнир, то овощи и много зелени. Обязательно овощи сырые. Если алкоголь, то немного и разбавленный. Если хлеб, то цельнозерновой. И не забывать про питьевой режим. Люди предприимчивые и практичные. Те, кто обычно планирует покупки заранее, уже наверняка задумались о сезонном гардеробе. И пока одни ходят в сандалях и шортах, другие заняты выбором пуховика на зиму. Кстати, они тоже при этом вполне могут носить сандали и шорты. Сегодня нам сложно представить свою жизнь без шопинга, а шопинг без распродаж. В магазинах Ахара стартовал сезон горячих скидок. Не упустите отличную возможность обновить гардероб по выгодным ценам. Покупать пуховик на распродаже не только выгодно, но и приятно. Вы выделили сумму на покупку одной вещи, а во время распродажи сможете позволить себе две. Например, удлиненный пуховик для городских прогулок и удобную куртку для отдыха на природе. Ведь цены на многие модели снижены больше, чем вдвое. Зимой такого не встретишь. При этом распродажи никак не влияют на ассортимент. Это все те же отлично скроенные и стильные модели. Подобрать можно все. Модную парку, теплую аляску, элегантные куртки, стильные пуховые пальто, нежных и сочных оттенков. В погоне за выгодными ценами на распродажах не забывайте следить за качеством. В магазинах Ахара вы найдете именно качественные пуховики. Выбирайте магазин, который заслуживает доверия. Магазин Ахара объявляет грандиозную распродажу курток и пуховиков. Огромные настоящие скидки. Утеплить к зиме нужно всю семью. Порадуйте свой кошелек. Посетите распродажи в Ахара, чтобы на несколько месяцев забыть о прогнозе погоды и смене сезонов. А для удобства покупателей в магазине Ахара можно быстро оформить беспроцентную рассрочку. Магазины Ахара расположены по адресам. Проспект Победы 163 напротив Теплотеха. Проспект Ленина 71 у Алого поля. ТРК Космос 2 этаж. ТРК Родник 2 этаж. И ТРК Алмаз. Ахара. Купи пуховик от 2900 рублей. И не забывайте, что готовиться к холодам лучше в теплое время года. Так можно хорошо сэкономить. И не торопясь выбрать ту вещь, которая вам по душе. Успевайте купить качественную верхнюю одежду по выгодным ценам. Вы смотрите Бьюти Тайм. Прямо сейчас четвертая серия нашего динамичного проекта «Интервью по дороге». Нас ждет заряд мудрости и позитива в компании с нашей харизматичной героиней. Удивительное рядом. И прежде всего это касается людей, которые нас окружают. Возьмем, к примеру, нашу сегодняшнюю героиню. Ну, мне здесь все нравится. Дошкольный ребенок, это же, он же безобидный, он же беззлобный, он же чистый, искренний. Прекрасная сейчас жизнь. На утренниках папа, знаете, больше, чем мама иногда. У тебя еще и детей 300. Если каждый человек что-то сделает, здесь будет рай. Все-таки мы педагоги. А я хотела бы вам представить Audi Q5 Sportback, который впечатляет своим дизайном, полным приводом Quattro, новыми моторами 45 TFSI, бензиновой и в дизельной версии. Море эмоций, ощущений за рулем. Насколько удобно при переключении, насколько реактивна коробка передач, 7-ступенчатая S-троник. Это еще удобство и комфорт для пассажиров второго ряда. Ну что, пора отправляться в путешествие на новом Audi Q5 Sportback. Расскажите о том, как вы оказались в системе образования, как вы к этому шли. Я очень люблю детей. И не устаю. И моя мама всегда говорила, она была заведующей в детском саду. Она, мама, говорила, тебя не волнует ни сопли, ни чужое. Ты целуешь, любишь всех. И вот это прошло через всю мою жизнь. Я с 20 лет в дошкольном образовании работала, училась в педучилище, закончила пединститут. Образование получала только по педагогическому и по менеджменту управления. Я работала и воспитателем. Потом я долго работала музыкальным руководителем, потому что родители мне дали музыкальное образование. Я вышла замуж, и меня муж привез в город Челевинск. Мы переехали, мне было 29 лет. И я решила, захотелось мне быть заведующей в новом детском саду. Сделать так, как я хочу его, как я его вижу. Отличалось ли ваше представление от того, с чем пришлось работать? Или же все-таки вы по своей маме знали, что это такое, что кроме какой-то поверхностной части существует еще и что-то такое, подводная часть айсберга? В любой профессии же это есть подводная часть. И это коллектив огромный, женский. У всех есть свои трудности. У тебя еще и детей 300 в детском саду, которым нужно каждый день внимание. Нужен воспитатель каждый день, помощник воспитателя каждый день. И это дети, ты им не можешь сказать, что ты заболел. Конечно, вот это трудности в этом, в человеческом факторе и в команде. Дети очень благодарны. Дошкольный ребенок, он же безобидный, он же беззлобный, он же чистый, искренний. И этим мы питаемся. Я вообще всегда всем говорю, какая я счастливая. Я сама себе не верю, что в моей жизни вот такое случилось. Любимая работа, прекрасная семья, прекрасные дети и самые лучшие друзья и подруги. Не бывает так, вы знаете? А вот случается... Детский, счастливый человек в нашем сложном мире. Честно, знаете, я подъезжаю каждый день вот к этим воротам на свои любимые машины и Ауди. Каждый раз горжусь и замирает сердце. Каждый человек приводит своего ребенка, своего бриллиантика. Для него он самый главный и самый важный. Вот это наш детский сад. Покажете нам экскурсию, проведете? Да. Сейчас у нас, конечно, идут лето, идут ремонты, садовники работают. Я по сторонам направо, вот здесь можно сворачивать на главную дорогу. И здесь, конечно, я попыталась сделать лес, чтобы было комфортно. Вы видите эти туи, эти деревья шаровые, ивы. Знаете, вот эти гортензии, розарии, видите, много цветов. Это вот все прошло через мою душу. Я представляю. Это моя любовь. Вот эти елочки, у меня есть фотография. У меня дочери уже за 30. И она стоит маленькая, елочка маленькая. Сыну 20. Мы стоим, эти елочки вот такие. И вы представляете, вот они выросли. Я здесь 33 года. 33 года, ничего себе. И дата какая-то знаковая такая. Ну, в плане в том, когда я начала уже руководить, и 20, 20, ну, мне вот сейчас 60, ну сколько будет? Да не важно. Ну, всю жизнь я здесь, с нуля. Вы знаете, и создавалась эта команда. Ну, это любовь всей моей жизни, я вам искренне это говорю. Я знаю каждого ребенка в детском саду. Каждую маму, папу, няню, бабушку. А какую энергию дают дети? Своим общением. Даже просто показывать свои горящие кроссовочки, свои новые сандалики. И они в тебе видят. И хочется ради них. Вы знаете, это же даже хорошо. У меня педагогам я всегда говорю. Ну, приходите в светлом, нарядный. Ребенок маленький, он же видит красоту. Это просто образ жизни. Пришел ребенок, он у нас учится. Я каждый день продумываю, какая же я должна прийти. Какая у меня должна быть прическа. Я что должна одеть, чтобы ребенку понравиться в первую очередь. В работе заведующей сколько там, может быть, в процентном соотношении от административной работы, да, всех собрать, всем поручения дать, проконтролировать. И сколько, так сказать, воспитательной от педагога. Вот вы знаете, сейчас по новым требованиям, конечно, заведующий много работает такой административной. Мы где-то все без конца отчитываемся, показываем работу. А я вот люблю работать с детьми. И, конечно, поэтому создается команда, которая отвечает за какие-то свои области какую-то, выбирает. Я, конечно, отвечаю за всех. У меня есть и оперативки, когда мы все собираемся, все мы обсуждаем, мы решаем что-то. Но целого дня хватает и на административную работу, и на любовь к детям. И просто увидеть, просто выйти на прогулку, прийти к детям, посидеть в этом домике, поиграть с ними. Это, вы знаете, пять минут, не обязательно пять часов. Этих пять минут любви хватает детям. Как ты пришел? Вот, видите, домик. Ты пришел, присел, они тебя начинают угощать. На паровозике я с ними покатался. Знаете, в мяч поиграл. Это тоже часть педагогической жизни. Каждый родитель должен чувствовать, что его ребенка в этом садике знают, уважают как личность, относятся как к взрослому человеку. Детский сад – часть большой системы образования. Она у нас, мягко скажем, в каких-то моментах несовершенна. Как удается вот через это проходить, создавать такое? Потому что, я так понимаю, в системе достаточно сложно. Какие, не знаю, качества должны быть? На какой это все энергии происходит? Ну, разные поколения, разное время – это принимать надо, это время. Уже подстраиваться и правильно понимать и ребенка, родители сейчас современные, другие родители. Ну, и в образовании эти правила не я создаю, значит, я должна… Ну, подстраиваемся, выполняем. Мы же законопослушные люди, поэтому, особенно в образовании, мы должны быть законопослушными. И поэтому все делаем как положено. Потому что невозможного нас тоже не требуют. Все проблемы надо решать сегодня и сейчас, не откладывайте на завтра. Завтра уже не успеете. Вообще, в себе, вы знаете, на старости я так воспитываю эту привычку. Не опаздывать никуда. Выполнять все, что надумала именно сегодня и сейчас. Отложишь на завтра – ничего не получается. Время уходит, теряется. Это муниципальный садик, он не частный. И насколько можно, конечно, мы здесь делаем. По большому счету, вот система же не любит тех, кто выделяется из общей массы. Как, есть у вас какой-то, не знаю, совет, рецепт, как это все можно… Да мы особо-то и не выделяемся. Мы просто делаем свое дело. Просто я выполняю свою работу и, в общем-то, стараюсь сделать ее хорошо. По мере своей возможности, умению, не знаю. Если каждый будет на своем месте выполнять свою работу, просто даже если не отлично, а хорошо, то, мне кажется, уже будет порядок у нас везде. Бывает, ну, как-то непонимание. Может быть, родители приходят, но подвох всегда ждут все. Ну, как это здесь так хорошо, ничего там. Вдруг что не так, да? Да, бывает такое. Но каждого выслушать надо. Нельзя. Мы все-таки… Та профессия, когда все-таки… Все-таки мы педагоги. И мы должны быть и педагогами, и психологами, и оставаться ими с утра до вечера. Как театр начинается с вешалки? И детский сад все равно начинается все-таки с руководителя. Что вас может, так сказать, вывести из состояния гармонии? Как восстанавливаетесь? У меня есть вот таблицы всегда. Плюс и минусы. Ну, плюсов всегда в жизни больше. Плюсов, ну, есть и уподобляться какой-то злости. И я на злость отвечаю добро. Я не держу никогда ни зла. Я… Нет. Это самой себе плохо делать. Я не знаю, самой себе украсить с жизни целый кусок. Восстанавливаюсь, знаете, вот люблю море. Я всегда детям своему говорю. Ребята, я уже всю прекрасную жизнь, и вы у меня выросли. Для мамы саду на главный подарок – это море. Вы когда хотите маму порадовать, скажи, мама, ты едешь на море? Люблю море. Там я восстанавливаюсь. Там я отдыхаю. Я просто люблю гулять вдоль побережья, просто дышать, вставать очень рано. Наслаждаюсь всем. Я вообще умею наслаждаться жизнью. Я живу каждый день, как будто это праздник, я не знаю, для меня. Сейчас для женщины, ну и для мужчин тоже очень много возможностей поддерживать себя в ухоженном, в достойном виде. Когда-то таких возможностей, не то чтобы мало было, а практически их надо было изыскивать. Как у вас с течением жизни вот это вот отношение менялось? Раньше вообще культа вот этого не было. Напротив, даже говорили, если женщина наряжается, значит, наверное, она не о деле думает. Она какая-то легкомысленная. И поэтому, и само собой, вот я приехала в Челябинск, мне было, ну, еще всего лишь 29 лет. И ты все равно приезжаешь, и у тебя появляется какое-то окружение, с кого можно взять пример. В любом случае, я не стесняюсь учиться даже в своем возрасте. Я учусь всегда. Встречаюсь с интересными людьми, я стараюсь послушать. Мне интересно все, понимаете. Я, для меня это не считается, что там зазорным научиться, поучиться. И меня всегда какие-то хорошие люди окружают, которые мне дают возможность поддерживать себя все-таки. И интересно жить. Как складываются отношения с социальными сетями? Ну, мы родились, выросли, сформировались без этого. И тут вдруг раз оно появилось. Насколько вы быстро влились вот в это? Я знаю, вы Инстаграм ведете, у детского сада, да, есть свои страницы? У своей страницы, конечно, жемчужинка есть. Я, конечно, не такой Инстаграмщик, который прям все выкладывает. Нет. Такие интересные моменты, там, с жизнью связанных моих детей, рождением и внуков. Детский сад, ну, это основное место, где ты отдыхаешь. Ну, чуть-чуть. У меня очень мало. Ну, год я. И то мне подружки говорят, ну, Рамиля, ну, пора уже, ты что уже? Я, потому что у меня технический кретинизм, я очень тяжело с техникой. Дружу, честно. Я больше люблю творческую такую работу, я люблю готовить. Это моя любовь. Знаете, что по деливеду уже смотрю? Кулинарные программы? Ну, конечно. Я обожаю кухни-тв. Я еще в 12 часов ночи смотрю, потому что в это время итальянец учат. И я на второй день, это мне именно как он тирамису готовил или эклеры. Я для меня, хотя это все сама не очень-то употребляю. Я люблю правильно питаться. Я смотрю, как за садом ухаживать. Я очень люблю эти вот передачи по готовке, по красоте. Кстати, ни один бьюти-тайм не пропускаем. Моя любимая программа. Я люблю. За ваш педагогический профессиональный стаж, наверное, сменилось не одно поколение детей. В чем нюансы в воспитании? В чем мы отличаемся именно с вашей профессиональной точки зрения? И какие бы советы, может быть, вы дали современным родителям? И какие советы вы давали 20, 10, 30 лет назад родителям? Вы знаете, вы задали тот вопрос, на который я сама себе всегда отвечаю. Ну, все же говорят, вот раньше была другая жизнь, по-другому все жили. Чуть ли не знаю, где-то лучше, что сейчас лучше. Нет, все-таки сейчас лучше. В плане том, вот родители, то ли мне повезло, что очень много благополучных семей в детском саду. Вы знаете, как вот утренники или мероприятия. Раньше, вот я даже по себе, по детству помню, по своим мужу, у меня муж детям на утренники не ходил. У них времени не было. А вы сейчас утренник попробуйте. Папа приходит на утренник. Это же вообще, это же здорово. И водят детей чаще. Папы в детский сад. Не знаю, поколение великолепное сейчас. Вот хорошие семьи они очень, они очень много занимаются детьми. Ну, не знаю, в любое время, я даже не могу. Вот сравнить очень сложно. Я всегда говорю, как я рано родилась. Прекрасная сейчас жизнь. Просто у каждого отношения разные. Все в этой жизни зависит от каждого человека. Я считаю, от нас самих. Тоже. Не только от того, что там кто-то делает для тебя что-то. Ты сначала сделай сам что-то. Прежде чем требовать от кого-то. Ну, я не знаю, это у меня золотое правило. Вы сказали, что с техникой не очень, да, вам не так легко дается освоить. Как учились водить машину? Это была необходимость? Или это, может быть, интерес был в связи с вашим интересом что-то новое осваивать и чему-то учиться? Почему бы нет? Конечно, это не появилось в 20 лет и в 25. Это появилось после 30 лет. Начали с нашего автопрома, российского, и так, и дальше, 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 пока я, конечно, не села на Ауди. Это мы все ездим на Ауди. И сын, и у него не первый Ауди. В любовь ему привела я. Мы все удивлялись, уфимская трасса тяжелая, М5. На хорошей машине-то что не проехать? Но вам водить нравится? Нравится, очень нравится. Легко научились? Нет. Учил же муж сначала. У них же терпения-то не хватает. Всем таким-то премудростям, всем, у них не хватает терпения. У меня подруга Лена, она мне один раз показала терпеливо. И научила меня сразу же. Сел спокойненько, по садиковским делам могу поехать. Сейчас идут ремонты, я села за руль, никого не жду. Проехалась по строительным магазинам, что сама посмотрела. Что-то в багажнике привезла. И кого не жду. Это необходимость, я считаю. А с вашей малой родины есть у вас люди, с кем вы общаетесь? Вы знаете, когда живы были мама с папой, конечно, я очень часто туда ездила. И когда была сестра, я сейчас осталась одна. Так сложилась судьба. И, конечно, я езжу, это же малая родина. А вот так вот уже все равно я больше живу в Челябинске, потому что здесь моя семья. Любимый детский сад. Все уже мое. Меньше, конечно, я уже общаюсь. Я вот люблю Челябинск, я вам уже сказала. Я умею любить то, что меня окружает. Как у вас со светской жизнью складываются отношения? Легко ли вы себя комфортно чувствуете в таком обществе, где люди просто пришли приятно провести время? Я комфортно себя чувствую, потому что приходят туда прекрасные люди, образованные, у которых свое дело, которые тоже с интересом. Ведь не просто так люди собираются, тоже. Если ты идешь на какое-то мероприятие, вот на вот джебатинское благотворительное, это же такое удовольствие. Это тоже светская жизнь по-своему. Я все эти благотворительные на всех этих бывают. Очень мне все нравится. Ты знаешь, какие люди в твоем городе образованные, интересные, которые любят свое дело, профессионалы. А как ты еще узнаешь? Главное качество, которое нужно воспитывать в себе для женщины, для будущей матери, для девочки, чтобы сделать свою жизнь и жизнь вокруг такой же счастливой, как в вашем варианте. Ну, я же тоже не всегда была такой. Ты была капризной. Я когда даже вот сейчас задумываюсь, вот семейная жизнь у меня начиналась, любовь большая у нас с мужем. Я своими капризами, наверное, где-то приносила неправильное в семью. Это сейчас я понимаю, как надо. И все равно молодежь проходит через свои ошибки. Ничего не сделаешь. А дети ваши сами выбирали профессию? И вообще им важно было ваше одобрение? Вы их не склоняли, не вынимут? Нет, не склоняли, но давали понять. Ну, а куда идти в профессию? У нас же папа сначала был только просто доктор, врач. И, конечно, им приходилось, папа работает, сидеть в холле или около него в кабинете подсобки. И они вникали. Это папина. Папа создал свое дело. А кому мы передавать-то будем? И, в общем-то, все-таки человек, мы все равно детей учили, что надо работать, зарабатывать. Ни на кого не надеяться. Возникает ли желание сейчас покапризничать? Ну, хотя бы для смены, так сказать, эмоций. Если позволяете ли вы себе это? Или, может быть, даже потребности такой нет? Потребностей нету. Ну, какие-то, вот знаете, в чем ошибка, наверное, у нас с годами? Вот ты же для своих детей, внуков, для людей что-то делаешь и ждешь ответного. Не надо ждать ответного. А не всегда ответ есть. Такой же, как ты предполагаешь. Ты делаешь, ты по-другому не умеешь. И делай, продолжай. Хочешь вкусно угостить, угощай. От другого не жди. Хочешь приветливый быть, хочешь хорошо выглядеть. Вот выглядит так. Ты делаешь, прежде всего, по-другому. Для себя, да? Для себя. По-другому ты не умеешь, а не для благодарности. Спасибо вам большое. Будем учиться у вас такому отношению к жизни. Будем учиться у вас. Вам спасибо. Я, конечно, на эмоциях как-то скрою это все. Я, конечно, очень эмоциональная. Я спокойно не живу вообще по жизни. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале BeautyTimeTV, в Instagram и во Вконтакте. Всегда рады обратной связи с вами. И до новых встреч в эфире. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Отелье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok.